Вор в законе Лери Пирце Хилиани, 27 апреля 2002 года, не даже в трех дней до своего очередного дня рождения, был убит вор в законе Лери Пирце Хилиани по прозвищу Лерик Зубдицкий. Последние годы он находился в городе Иваново и координировал местный криминалитет. Как полагают источники, Лери был поставлен смотрящим по городу с подачи грузинских законников, которые продвигали свои интересы в российских городах. Лери Пирце Хилиани родился 30 апреля 1974 года в грузинском селе Сенца рядом с городом Зубдиди. Однако уже в совершеннолетие криминальное ремесло привело его в Москву, где Лери стал совершать с группой товарищей разбойные нападения. На банду оперативники долгое время не могли выйти. Однако в дальнейшем один из бандитов был арестован, но не сдал своих подельников. После этого случая Лерик решил не испытывать судьбу и перебрался в Иваново. Здесь он быстро наладил связь со своими соплеменниками, которые занимались рэкетом. Их бригада имела уже все признаки организованного преступного сообщества, во главе ОПГ стояло несколько лидеров, которые координировали деятельность боевиков. А над лидерами шефствовали грузинские воры, оказывающие покровительство рэкетирам. Так и Лерик, как человек уже узнаваемый в криминальной среде, стал в новой для себя организации одним из лидеров, которому было доверено несколько коммерческих объектов, с которых он еженедельно вымогал деньги в качестве крыши. Постепенно Лери Пирцехилиани, заполучивший уже прозвище Лерик Зубдицкий, набирал вес в криминальном мире. Он с частью своей бригады находил новых коммерсантов, на которых оказывал давление. В итоге ему платить стало все больше коммерческих структур, а суммы, поступавшие в общак от Лерика, стали побольше других авторитетных бригадиров. В итоге Лери Бэзамечен на самом высоком воровском уровне, и в 1996 году коронован такими грузинскими ворами, как Лаша Джичвлиани, Лаша Сван и Давид Гуджиджиани, да то уж по. На момент коронации Лерику был всего 21 год. Таким образом Лерик Зубдицкий стал в городе самым авторитетным грузином. Конкуренцию ему мог составить только армянский законник Рубен Косян, Рубен Ивановский, который считался смотрящим за Иванова. Он был на 11 лет старше Лери, и успел пройти нелегкие испытания в тюрьме. Но грузины не особо почитали армянских авторитетов, поэтому все свои вопросы и просьбы адресовывали к Лерику. 16 августа 2000 года Лерик Зубдицкий мог еще вырасти в глазах уголовников, так как в этот день его задержали за хранение наркотиков, за что мог последовать реальный срок в колонию общего режима. Но суд помиловал молодого вора, и не дал ему насладиться истинно воровским времяпрепровождением в тюрьме, ограничившись лишь условным сроком. По словам источника mzk1.ru, если бы Лери Перцехилиани схлопотал реальный срок, то, возможно, был бы в живых до сих пор. Но оставшись на воле, он продолжил свое наступление на бизнес, тем самым нажив себе много врагов. Быстрое убийство 27 апреля 2002 года, за три дня до своего 28-летия, Лери Перцехилиани приехал с тремя товарищами на лесопилку, которую контролировала его бригада. Автомобиль с телохранителями вора следовал по пятам. Лерик в последнее время опасался за свою жизнь, поэтому его везде сопровождала охрана. Причиной опасений был серьезный госконтракт на строительный подряд, который выиграл бизнесмен Миндеев. По заказу Министерства обороны он должен был провести в военных частях, расквартированных в Ивановской и соседних областях строительной работы. Сумма, которая числилась в контракте, была очень внушительной. Поэтому Миндеева обрабатывали бандиты всей области, желая откусить свою часть от государственных денег. В итоге все интересующиеся этой темой авторитеты рассорились. И Лерик также входил в их число. 15 апреля 2002 года ситуация настолько обострилась, что Миндеев был застрелен. После этого Лерик и стал везде появляться с группой сопровождения. Пообщавшись с предпринимателем, владельцем лесопилки, вор в законе сел в свою десятку и поехал обратно в сторону Иванова, где собирался посетить любимую баню. Пост ГИБДД на въезде в город машина вора проехала беспрепятственно. Зато автомобиль с пятерыми боевиками, выполняющих роль телохранителей, был остановлен. Сильно подозрительными показались сотрудникам постовой службы люди, находящиеся в нем. В итоге десятка оторвалась от машины сопровождения. По воле Рока, в пяти километрах от города, Лерика ожидала засада, два киллера засели по обочинам и ждали приближения вора. Когда десятка почти поравнялась с местом засады, по ней был открыт шквальный огонь из автомата с правой стороны. В результате автомобиль остановился. Тогда второй киллер подбежал к нему и открыл огонь, стреляя через лобовое стекло. Все четверо грузин, включая Лери Пирце и Хилиани, были убиты на месте. Когда машина с охраной подъехала к месту расстрела, от киллеров не осталось и следа, они скрылись, не оставив никаких улик. Тело Лерика Зугдитского было доставлено на родину в Грузию, где его с почестями похоронили в городе Зугдиде. Постепенно Лери Пирце и Хилиани, заполучивший уже прозвище Лерик Зугдитский, набирал вес в криминальном мире. Он с частью своей бригады находил новых коммерсантов, на которых оказывал давление. В итоге ему платить стало все больше коммерческих структур, а суммы, поступавшие в общак от Лерика, стали побольше других авторитетов. В итоге Лери бы замечен на самом высоком воровском уровне, и в 1996 году коронован такими грузинскими ворами, как Лаша Джичвлиани, Лаша Сван и Давид Гуджиджиани, да то уж по. На момент коронации Лерику был всего 21 год. Таким образом Лерик Зугдитский стал в городе самым авторитетным грузином. Конкуренцию ему мог составить только армянский законник Рубен Косян, Рубен Ивановский, который считался смотрящим за Иванова. Он был на 11 лет старше Лери, и успел пройти нелегкие испытания в тюрьме. Но грузины не особо почитали армянских авторитетов, поэтому все свои вопросы и просьбы адресовывали к Лерику. 16 августа 2000 года Лерик Зугдитский мог еще вырасти в глазах уголовников, так как в этот день его задержали за хранение наркотиков, за что мог последовать реальный срок в колонию общего режима. Но суд помиловал молодого вора, и не дал ему насладиться истинно воровским времяпрепровождением в тюрьме, ограничившись лишь условным сроком. По словам источника МЗК1.ру, если бы Лери Перцехи Лиане схлопотал реальный срок, то, возможно, был бы в живых до сих пор. Но оставшись на воле, он продолжил свое наступление на бизнес, тем самым нажив себе много врагов. Быстрое убийство 27 апреля 2002 года, за три дня до своего 28-летия, Лери Перцехи Лиане приехал с тремя товарищами на лесопилку, которую контролировала его бригада. Автомобиль с телохранителями вора следовал по пятам. Лерик в последнее время опасался за свою жизнь, поэтому его везде сопровождала охрана. Причиной опасений был серьезный госконтракт на строительный подряд, который выиграл бизнесмен Мендеев. По заказу Министерства обороны он должен был провести в военных частях, расквартированных в Ивановской и соседних областях строительной работы. Сумма, которая числилась в контракте, была очень внушительной. Поэтому Мендеева обрабатывали бандиты всей области, желая откусить свою часть от государственных денег. В итоге все интересующиеся этой темой авторитеты рассорились. И Лерик также входил в их число. 15 апреля 2002 года ситуация настолько обострилась, что Мендеев был застрелен. После этого Лерик и стал везде появляться с группой сопровождения. Пообщавшись с предпринимателем, владельцем лесопилки, вор в законе сел в свою десятку и поехал обратно в сторону Иванова, где собирался посетить любимую баню. Пост ГИБДД на въезде в город машина вора проехала беспрепятственно. Зато автомобиль с пятерыми боевиками, выполняющих роль телохранителей, был остановлен. Сильно подозрительными показались сотрудникам постовой службы люди, находящиеся в нем. В итоге десятка оторвалась от машины сопровождения. По воле Рока, в пяти километрах от города, Лерика ожидала засада, два киллера засели по обочинам и ждали приближения вора. Когда десятка почти поравнялась с местом засады, по ней был открыт шквальный огонь из автомата с правой стороны. В результате автомобиль остановился. Тогда второй киллер подбежал к нему и открыл огонь, стреляя через лобовое стекло. Все четверо грузин, включая Лериперц и Хелиани, были убиты на месте. Когда машина с охраной подъехала к месту расстрела, от киллеров не осталось и следа, они скрылись, не оставив никаких улик. Тело Лерика Зугдитского было доставлено на родину в Грузию, где его с почестями похоронили в городе Зугдиде. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова